В этом году это уже четвертое заседание антитеррористической комиссии в таком составе. Здесь не только представлен весь силовой блок Сочи, но и общественность, домкомы, председатели ТОСа, все отраслевые управления городской администрации. Разговор очень серьезный, поскольку удачный летний сезон – это не только большой наплыв туристов, это еще и огромная ответственность перед гостями курорта. Случаи гибели людей на воде в шторм еще раз заставляют арендаторов пляжа следить за теми, кто недооценивает силу морской волны. Глава города Анатолий Пахомов требует ужесточить меры воздействия на тех, кто берется за аренду пляжных территорий. Я лично, как бы, города поясняю, что руководители пляжных территорий должны понести наказание за халатность. Кроме того, последний шторм унес еще две жизни. Это ваша задача. Люди у нас приехали на отдых. Они не понимают, что такое волна. Они не понимают, что море коварное. Глава города просит проводить с отдыхающими разъяснительные беседы и требует, чтобы в зонах отдыха на пляжной территории не было никаких парковок, а подвозить на спецтранспорте товар в кафе стоит только в ночное время. Много претензий к работе сотрудников на железной дороге, где произошло два трагических случая, когда человек упал с инфарктом на железнодорожные пути и попал под электричку. Плюс убийство 15-летней девочки на ЖД-станции Магри. В момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Если бы за пультом следила служба охраны, трагедию можно было бы предотвратить. И никто не спас девочку. Где в это время был ответственный работник железной дороги, который должен сидеть за этими видеокамерами и принять меры? Нет. И ничего не сделал. Ничего не сделал, потому что за камерой никто не следил. А может, никого и не было там. Душа должна уже кричать, что происходит с нами, что происходит с этими людьми, которые отвечают за эту работу. Представитель Северокавказской железной дороги заявил, что президент РЖД в курсе данных происшествий. Но глава города намерен обратить внимание генерального прокурора страны на сложившуюся ситуацию. Например, в поселке Лау в подземном переходе на железнодорожные станции до сих пор идет торговля. В рамках антитеррористической безопасности это недопустимо. Анатолий Пахмов потребовал сегодня же убрать всю торговлю из подземки. В Сочи ежедневно прибывает 136 авиарейсов плюс сотня чартерных. 56 пар поездов. 8 тысяч автомобилей – это туристы, предпочитающие добираться до прибрежья на машинах. Гостей с каждым днем становится больше, и угроза терроризма никуда не исчезла. Только благодаря бдительности, контролю, ответственности, неравнодушию тех, кто должен обеспечивать общественный порядок, можно избежать несчастных случаев. Гелена Всехсна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.